Глава 10 Поговорим опять о прибавочной стоимости Если мы в прошлых главах разбирали наш рабочий день Допустим, 0 часов, 8 часов На 2 отрезка Во время Маркса они были равными Давайте мы нарисуем на сегодняшний день 2 часа это необходимый труд Тот труд, который необходим для восполнения постоянного капитала и переменного, то есть зарплаты И прибавочный труд Он же прибавочное время, которое требуется для производства прибавочной стоимости Это та самая прибыль или маржа Что во времена Маркса, что сейчас, например, на равня 6 часов В этой главе Маркс рассматривает следующий момент рабочего дня Если мы в предыдущие моменты говорили о том, что капиталист пытается удлинить рабочий день Это у нас будет абсолютная прибавочная стоимость Абсолютная прибавочная стоимость То есть наращивание рабочего дня приносит абсолютную прибыль В этой главе рассматривается другая часть Она называется относительная прибавочная стоимость То есть когда мы маржу увеличиваем не за счет удлинения рабочего дня, а за счет сокращения необходимого труда Мы частично говорили, опять же, на прошлом занятии, что вариантов два Один сокращение зарплаты, с другой стороны сокращение расходов на производство постоянных Повышение производительности Да, но не только Во-первых, можно экономить на снижении ресурсов Мы берем более дешевые ресурсы И, соответственно, эта часть у нас сокращается Маржа растет Если капиталист не может выходить за рамки, допустим, 8-часового дня законодательно Или 24-х физических часов в сутки Он сокращает эту часть Сам труд человеческий, который поглощается в момент производства Это, в принципе, такой же ресурс Это такой же товар, как и уголь, металл, которые покупают для производства товаров Поэтому, в принципе, можно экономить и на товаре рабочая сила Можно покупать более дешевую рабочую силу Опять же, мы все знаем, у нас со Средней Азией много нелегальных мигрантов трудовых, которые у нас работают Они более низкооплачиваемые, капиталист их с удовольствием берет И задерживают зарплату Кидают на зарплату Да, способов очень много То есть, мы сокращаем за счет того, что покупаем более дешевые ресурсы В том числе и ресурс рабочая сила За счет этого мы сокращаем необходимый труд Увеличиваем относительную прибавочную стоимость И получаем больше урожу Следующий логический ход, когда мы не можем с этими сильно дальше экономить на ресурсах Опять же, разбирали в прошлых главах, что экономия на ресурсах выставляет потребность других капиталистов Которые в качестве товара выпускают ресурсы, и их сокращать свою прибыль Поэтому это не вариант И следующий вариант, логично истекающий за данной ситуацией Это повышение производительности труда Что нам дает повышение производительности труда? Во-первых, мы при том же выпуске товара, при том же количестве Мы можем держать меньше рабочих То есть меньшим количеством рабочих мы выпускаем больше продукции Соответственно, мы экономим на товаре рабочая сила Да, при этом товар рабочая сила может быть более дорогой Так как это более квалифицированные рабочие нам нужны для выпуска продукции На более сложной технике Но за счет того, что их меньшее количество Мы на этом все равно экономим Снижаем нашу необходимую часть прибавочного труда И получаем больше прибыли Марк, кстати, эти точки называются А, В и С И он на них много примеров объясняет числовых Но мы сейчас математику не будем, наверное, углубляться Смысл простой Какие бы мы и как бы мы не меняли эти компоненты Эта часть у нас растет Есть еще один очень интересный вывод из всей этой ситуации Вот мы увеличили выпуск продукции За счет повышения технологии нашей Но при этом мы получили более дешевый товар Потому что затрат у нас меньше на производство товара То есть, соответственно, стоимость товара у нас обратно пропорциональна производительности Чем выше производительность, тем у нас дешевле товар на выходе Такой маленький парадокс Причем, если наша готовая продукция более дешевая То рабочие на небольшую зарплату и могут себе позволить большую Или в большем объеме, или в большем количестве То есть они технический сам прогресс и производительность труда Она не только приносит прибыль Более высокую за счет относительно прибавочной стоимости Но она дает более дешевый товар И, соответственно, больше удовлетворяет спрос рабочих То есть, с одной стороны, прогресс позволяет выжимать из работников больше прибыли Но, с другой стороны, он же дает возможность этим работникам Получать больше товара за свою рабочую силу Соответственно, опять же, второй закон из этого Что прибавочная стоимость, прибавочное время, прибавочный труд У нас прямо пропорциональна производительности Чем выше у нас производительность, тем выше у нас марша Тем больше у нас прибыль Итак, снижение за счет количества труда Это я уже сказал Общий закон из этой тенденции, который можно вывести Что при капиталистическом производстве Именно при таком, когда и рабочая сила у нас является товаром Вот это повышение производительности, технический прогресс Называйте, как хотите, технологическая революция Можно называть как угодно Но служит она не для того, чтобы сократить рабочее время Она служит капиталисту для того, чтобы увеличить свою прибыль За счет того, что он снижает вот эту часть Необходимый труд за счет более высоких технологий Отсюда вывод Что, несмотря на то, что технология у нас развивается И дальше, чем дальше, тем лучше Возможно, скоро этот необходимый труд Или, как мы говорили уже, например, в какой-нибудь там Японии Где необходимый труд в день составляет 10 минут всего Рабочий день при этом не сокращается Даже если технологии разовьются до того, что там надо 1 минуту будет работать в день Все равно рабочий день капиталист будет оставлять такой, как есть Постоянный Для увеличения своей относительной прибыли То есть для повышения производительности Для получения большей прибыли Опять же, тенденция Во времена Маркса мы смотрели Там соотношение было 6 часов необходимого труда И прибавочного труда Сейчас мы рассматривали на предыдущих занятиях 2,6 То есть 2 часа необходимого труда И 2 часа прибавочного труда За последний месяц в Министерстве статистики нашей читалось Там повышение производительности труда Что-то там на 1 с лишним процента произошло За месяц Что это означает? Что только за месяц вот это вот соотношение Стало в пользу капиталистов на 1% Это за 1 месяц Соответственно, вот эта часть все меньше и меньше Эта часть все больше и больше Как с этим бороться рабочему классу? Про это в главе нету Это будет дальше Но оно, собственно, подразумевается В классовой борьбе Когда класс капиталистов стремится Увеличить свою прибыль Но не может выходить за рамки законодательства Допустим, вот 8-часового рабочего дня Как у нас Он может, старается Но его законодательно ограничивают Штрафы вводят Поэтому он у нас повышает свою прибыль За счет относительной прибавочной стоимости Сокращая свои расходы на производство На рабочих На постоянный капитал С другой стороны Рабочие Которые не хотят, чтобы их эксплуатировали все больше и больше Несмотря на то, что технологии позволяют работать все меньше и меньше Должны бороться за сокращение рабочего дня То есть они должны требовать не 8-часовой день А 7 Тогда соотношение у нас превратится 2 и 5 Но за счет того, что опять же У нас производительность труда Каждый месяц растет Отдельный вопрос, как верить нашей статистике 1% в месяц Это 12% в год Это до чертиков Но статистику мы обсуждать не будем Если мы сократим рабочий день до 7 часов У нас, соответственно, тенденция будет сохраняться И все равно, рано или поздно За счет увеличения технологии производительности труда Капиталист будет получать свои 6 часов прибавочной стоимости Дополнительного труда А рабочий будет работать 1 час необходимого труда Следующий шаг К 7 часов к 6 Ну и так дальше И пока есть капиталистическое производство Должна идти борьба за сокращение рабочего дня Потому что для капиталиста сокращение Повышение производительности труда Это повышение его прибыли За счет сокращения необходимого труда А для рабочего класса Увеличение производительности труда Увеличение технической оснащенности производства Это облегчение труда Не надо лопатой копать Нужно копать экскаватором И более того, надо еще и меньше работать, не просто физически перекидывать количество земли, но и меньше работать по времени, то есть оставлять себе больше времени для изучения капитала. На этом, наверное, все. Предлагаю перейти к обсуждению.